Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент Байс. Сейчас мы находимся на очередном объекте. Перед вами строение одноэтажное. К нам заказчик обратил следующие проблемы. Он купил котел газово-турбированный с закрытой камерой сгорания. Шотофо, шотофу. Не знаю, как она называется, этот котел, потому что я первый раз его встречаю. И проблема у нас в следующем. Вернее, не проблема, а задача, которую надо решить. Как сделать дымоход в тех условиях, которые есть. Фиксиальные трубы здесь, вот именно в этом варианте, нельзя было сделать. Почему? Потому что, во-первых, окно рядом. Одно окно, второе окно. Сейчас это полуметра до окна. И, во-вторых, еще зона подпора вверху. Видите? Вот это вот называется зона подпора ветрового. И есть определенные требования по ним. Их должны знать монтажные организации, либо сами монтажники. Потому что к этому вопросу бывает такое, что я переделываю дымоходы из-за того, что люди просто не знают, что такое зона ветрового подпора. Она есть, да. И она в строительных нормах тоже прописана. Все, идем в помещение. Котел турбированный, с закрытой камерой сгорания. У него выход 60 на 100, коксиальный. То есть, о чем это говорит? Воздух берет с 80-го расстояния между 60 на 100. Поступает воздух на это вот маленькое расстояние. Там 2 сантиметра, необходимое для работы котла. И газы выходят по 60-й трубе. Что буду я делать? Я поставлю здесь адаптер. Воздух мы будем брать с той стороны. С улицы уйдем в стенку. Но когда мы уйдем в стенку, я еще покажу особенности некоторые по установке. Потому что на фасаде может быть конденсат. Об этом тоже у меня иногда звонят. Простят, как с ним справиться. Ну, можно с ним справиться. Это, конечно, легче сделать, когда у вас все в стадии строительства. Но тяжелее, когда вы уже сделали фасадную отделку. Поэтому я вам покажу все. И здесь мы будем выходить. У нас ряд ограничений. Балка идет вверху. Балка идет вот одна. Потом у нас еще идет вот эта вот коса с провода. И мы должны попасть вот в это вот расстояние, которое между концой и балкой. То есть мы ограничены. Но я заказчику сразу сказал. У вас, когда вы заходите в котельню, из-за того, что здесь ограничение, площадка будет 70 сантиметров выступать от стенки. Он говорит, хорошо. Посообщался с супругой. Говорит, окей, давай, Дима, делай. Потому что для нас это лучше, чем мы будем по фасаду вести утепленную трубу. Где-то с ним согласен, да. Поэтому, возможно, я бы тоже себе так сделал. Поэтому мы уже врезаем в существующий проект. Здесь также у нас ограничения есть. Проводка идет. С левой стороны, сейчас я вам покажу. Вот эта вот белая линия, это проводка. То есть мы будем тоже уходить от нее. Это я вам... Все увидите, все увидите. Наберитесь терпения. Как говорит поставщик этих котлов, Шатафо, это более дешевый бренд Арестона. Возможно. Да, я не буду спорить. Если здесь на моем канале подписаны, либо смотрите люди, которые работают с котлами, с газовым оборудованием, прокомментируйте, что это котел, откуда у него вообще ноги растут и где он производится. Потому что, говорю, я его первый раз увидел. Я когда увидел, я думал, какой-то китаец, кореец. Не знаю. Когда я позвонил на фирму, говорю, какая-то проблема. Я говорю, Дмитрий, это дешевая, более линейка, компания Арестон. Ну, может быть. Ладно, ну, у меня проблема стоит, поэтому сюда адаптер. Я надеюсь, что Арестоновский подходит, родной. Сейчас мы заодно и проверим. Все, приступаем к работе, смотрите. Закончили мы монтаж дымохода. Вот так это все выглядит. Теперь давайте я вам вкратце расскажу. Здесь, как я вам в начале видео говорил, по проекту был дымоход наружу дома. Стандартная коксиальная труба 60 на 100. С одной трубы выходят газы, и в расстоянии между 60 и 100 поступает воздух. Количество, которое необходимо, котел он забирает. Ну, а газы, конечно, выкидывает. В связи с тем, что есть зона воздушного подпора, не получается. Проект поменяли. Сами еще документацию не поменяли, но будет она выглядеть таким вот образом, что было сделано. Во-первых, вот эта труба белого цвета из алюминия, она установлена под наклоном. Я потом выше поднимусь, покажу вам, почему я это делаю. Потому что, когда вы начинаете делать отделку дома, если вы сделаете уклон в другую сторону, в сторону дома, то появляется конденсат. И конденсат начинает течь на фасад. Я с этой проблемой столкнулся, с такой же проблемой ко мне очень часто обращаются. Что делать? Вот это один из вариантов выхода, самый бюджетный вариант. Самый дорогой, если это все, конечно, утеплить. Но обоснованно или нет, это время покажет. Поэтому конденсат я отправляю, делаю уклон в другую сторону, и конденсат у нас уходит в конденсатоприемник. Здесь это адаптер. Адаптер для этого ШТФО. Я могу ошибаться, может быть, котел неправильно я называю, потому что я первый раз его вижу. От Арестона подходит. Арестоновский адаптер подходит. Поэтому, возможно, это более бюджетная модель Арестона. И ставим вставку 25 см. Затем угол 90 градусов. И вставка у нас пошла. Уже вот этот прямой участок уходит в утепленный тройник. Здесь сделали мы таким образом, что один тройник и второй тройник. Для чего это вообще делать? Вот это классическая сборка. Здесь стоит у нас прочистка, то есть дымоход обслуживается с этой стороны. Обязательно. Если мы уже коснемся строительных норм, то вот это подвод к дымоходу. А вот это основной стояк дымохода. И вот этот дымоход должен быть обслуживанным. В нем будет конденсат. Конечно, уже темно, я вам не покажу, но здесь никакого грибка в дымоходе нет. Когда стоит вопрос, нет дымохода, конденсат выделяется из-за того, что КПД котла высокая, температура на выходе меньше точки росы, как правило, и выделяется конденсат. Плюс снег, плюс дождь. Конденсат. Да, влага. Она начинает течь. То есть можно было поставить вот здесь вот сборник конденсата. И тогда у нас конденсат, трубку мы отправили бы вниз. Но вы заходите в котельню здесь и так. Я эти моменты все согласовывал с заказчиком. Вы заходите в котельню, и перед вами, помимо того, что нависает вот эта вот монтажная площадка, если честно, по итогу получилась хорошая работа, она мне нравится, потому что, я думаю, будет все гораздо хуже. Гораздо будет хуже. Но нам повезло. Здесь сборник конденсата, то есть надо было вводить конденсат. Если отсюда сделать без вот этого тройника, то трубка висела бы прямо под вот этой вот опорой. Это раз. Плюс, когда ее надо было бы снять, это определенные трудности делать бы только мягкая подводка. Ну, потому что, когда вы снимаете, это неудобно, потому что у вас всегда какое-то жесткое сопротивление. Это либо металлопластиковая труба, либо это полипропиленовая труба. Ну, неудобно, говорю из практики. Что мы сделали? Мы поставили тройник, по тройникам идет утепленный сборник конденсата и пошли вверх. Все, весь стояк обслуживаем через вот эту вот ревизионную дверцу. Вам не надо думать, когда пришли вам в дом, когда проверяющие органы пришли принимать дом, вам не надо думать, как обеспечить дозу. Все очень легко. Плюс, если у вас какие-то проблемы, там мусор попал, птица попала, пакет залетел, все чистится вот отсюда. Это горизонтальная подводка. Вот так должен выглядеть дымоход. Вот горизонтальный участок, плюс подводка к основному дымоходу. Все. В дальнейшем у нас здесь ряд проблем с этой монтажной площадкой. Объясню почему. Если посмотрите, вот здесь у нас идет провод. Проблема. Проблема. Поэтому ловили это расстояние, попали, слава богу. Плюс здесь, не забывайте, должно быть 10 сантиметров до котла. Ну и, конечно, если мы будем уже касаться вот этой трубы, то здесь тоже мы ограничены были от провода. Поэтому мы попадали уже в существующие. С электрикой, конечно, как показала практика, здесь немножко с электрикой мы повозились. Здесь тяжело довольно было, потому что везде были ограничения по проводам. Вот эту косу мы вообще не трогали. Ее оставили как есть. Единственное, что мы не смогли подвести уже сам, повесить, вернее, экран из нержавейки. Сейчас я вам подниму выше немножко. Видите, да? Почему мы не смогли сделать? Потому что нам не к чему крепить. И профиль тоже не вариант. Можно было профиль повесить, но здесь негде было крепиться. Поэтому уже когда отделка сделает заказчик, он уже сам прикрепит его к отделочному материалу. И обязательно короб, если вы посмотрите, у нас противопожарный узел, он также идет с изоляцией. По строительным нормам Республики Беларусь, не знаю, как в других странах, 3 сантиметра должна быть изоляция. Это очень важно. Вы можете мне задать один вопрос сейчас. А почему я не сделал неутепленный участок вот здесь? Очень все просто. Снова же, по нашим строительным нормам, которые были изменены, ТКП с марта месяца, температура дымохода в мини-котельнях не должна превышать 40 или 45 градусов. Я могу ошибаться, 5 градусов. Ну, давайте, допустим, 45 градусов. Если разобраться, то даже вот этот вот дымоход, который под водкой идет, она также должна быть утепленной. И я уже делал проекты, новые проекты, когда вот этот участок уже был утепленный. Но это зависит от проектной организации. Поэтому я здесь не стал рисковать, сделать неутепленный участок, потому что, ну, представляете, я делаю свою работу, а потом мне звонит заказчик и говорит, Дмитрий, а вы здесь неправильно дымоход поставили. Нет, я так не работаю, потому что у меня нет времени для переделок. Если коснется вот этот вот участок переделать, ну, проблем не составит, ну, вернее, будут какие-то определенные проблемы, но они будут, конечно, не так дорого, потому что я могу спокойно скинуть любой из этих участков и поставить утепленную трубу. Ну, как показывает сейчас практика, на это все закрывают глаза. Ну, да, закрывают. Почему? Ну, потому что, представьте, если начнут всех трогать с этими дымоходами, то процентов 99 всего домов, да, где стоят отопительные агрегаты, газ, пелетники, твердотопливные котлы и все-все возможные агрегаты, они все попадают под раздачу. И если кто-то захочет это добиться, да, если кто-то продвинет это на проверяющих органов, будут проблемы большие. У кого-то, ну, у кого-то много работы. Я думаю, вы понимаете, у кого-то. Да, это так, эта норма у нас, так, к сожалению, есть. Может быть, к счастью, где-то они и правы. Но вот это вот результат нашей работы, это наша картинка, которая была сделана именно на этом объекте. Дымоход, который мы здесь применили, это IC304 внутри, толщина металла 0,6, а снаружи 430-ка. Это если утепленная труба. Под воздух алюминиевая труба, под водка, также к основному дымоходу из IC304. Это тот минимум, который должен стоять на отопительных оборудованиях, которые работают от газа. С вами был Дмитрий Михайлов, Коммент Бай. Подписывайтесь на мой канал, заказывайте у меня монтаж дымоходов. До новых встреч. Пока. И не забываем подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok